Девочка-пай Девочка-пай Мы находимся на территории предприятия по производству говядины Бейшара в Гладянском районе. Этот, как и другие комплексы в Молдавии, производит основную часть мяса. Девочка-пай Наш рассказ о животноводах предприятия, об их передовом опыте, об индустриализации производства животноводческой продукции. Новые методы работы позволили превратить эту отрасль в районе из убыточной, высоко рентабельной. Производительность труда на комплексе в 8 раз выше, чем прежде на мелких колхозных фермах. На комплексе откорм животных осуществляется в три этапа. Первый. Выращивание телят молочников с обязательным среднесуточным привесом до 600 граммов. Второй. Доращивание телят с привесом до 700-800 граммов. И третий, заключительный, откорм с привесом до 1000-1200 граммов. Животные, набравшие 400-450 килограммов веса и больше, продаются государству. Валентина Маковская. Поступила на Вейшорский комплекс после 9 классов. Стала мастером-животноводом. Но чувствовала, что знаний не хватает. Поняла. Успех приходит тогда, когда мастер глубоко знает свое дело. Комплекс. Хозяйство огромное. С высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов. Вывод отсюда простой. Без учебы не обойтись. Поэтому многие работники решили продолжить образование. На каждом производственном собрании в комсомольском молодежном звене животноводы отчитываются о проделанной работе. Делятся опытом. Валентина, например, знает, что телята охотнее пьют свежую воду. Поэтому регулярно меняет ее. Не дает застояться в поилках. Чтобы телята больше поедали корма, она добавляет в рацион. Потруби, патоку, молоко. Оператор Маковская предложила по-новому организовать социалистическое соревнование. Раньше итоги подводили по общим результатам работы звена. А за всем этим не было видно конкретного вклада отдельного человека. Нынче итоги подводят внутри звена и определяют лучших операторов. КОНЕЦ В нашем районе вокруг каждого межхозяйственного животноводческого комплекса созданы специализированные объединения по кормам. Такие объединения созданы в Ишоре, где сконцентрированы животные по откорму. В объединении Правда, где сконцентрированы скот по одарашиванию нетелей. А также вокруг молочного комплекса на 2176 коров. Структура посевных площадей этих объединений по кормам разработана таким образом, чтобы кроме бесперебойного снабжения животных дешевыми кормами была организована и переработка полнорационных гранов, брикетов, сенажа и других кормов. Исходя из этого в объединениях ныне высевается до 50% многолетних трав, а остальная площадь высевается другими посевными кормовыми культурами. Вейшорское объединение по производству кормов создано специально для обеспечения кормами предприятия по производству говядины. Его основная задача – создание запаса грубых, сочных и концентрированных кормов. Недостающую их часть поставляют комплексу «Хозяйство пайщики», то есть колхозы. Влага при орошении массивов особенная. Весь полив производится водой, обогащенной стоками фермы. И туки, и органика вносятся главным образом под основную вспашку. Ежегодно между двумя вейшорскими объединениями по производству говядины и по производству кормов заключается договор, который предусматривает количество и виды кормов, а также сроки их поставки. В соответствии с этим, Объединение по производству кормов разрабатывает производственно-финансовый план и устанавливает для своих подразделений показатели месячного, квартального и годового заданий. Основной культурой становится люцерна. По урожайности, кормовым достоинствам и особенно по содержанию белка она не имеет себе равных. Анализ качества кормов в нашей лаборатории проводится на питательную ценность – наличие каротина и протеина. Эти результаты используются специалистами комплекса для организации правильного кормления скота. Они одновременно служат оценкой результата работы Объединения по производству кормов. Объединение выступило инициатором социалистического соревнования за создание полуторагодичного запаса кормов для животноводства. В текущем году кормодобытчики обязались произвести и заготовить 600 тонн сена, 4000 тонн силоса, 500 тонн витаминной муки, 6500 тонн сенажа, что значительно больше планового задания. Успешной реализации этих обязательств способствует деловое сотрудничество коллектива с учеными научно-производственного объединения «Селекция». Активное внедрение их рекомендаций по интенсификации полевого кормопроизводства. Иван Николаевич Цуркан, оператор, мастер-животновод первого класса, наставник молодежи. В своей работе он давно применяет испытанный метод разовой раздачи кормов в полном объеме за день. А его воспитанник, Василий Букатарь, применяет принцип корма стола, где корма по транспортеру выдаются животным на более продолжительное время. При такой технологии животные обеспечиваются гранулами и брикетами сразу на 5-6 дней. Остальные грубые корма добавляются по мере необходимости ежедневно. И хотя результаты у Цуркана и у Букатаря примерно одинаковые, среднесуточные привесы равны 1000-1150 граммам, специалисты подсчитали, что технология от корма, примененная Василием Букатарем, принцип корма стола, более перспективна. Во время встречи с Леонидом Ильичем Брежневым в нашей республике, он передал сердечный привет трудящимся в Молдавии, вот члену политбюро ЦК КПСС и пожелал им успехов в большой работе, которую они ведут по концентрации и специализации сельскохозяйственного производства на базе кооперации и аграрно-промышленной интеграции. Исходя из этого, мы сейчас должны строить свою работу так, чтобы увеличить поголовье, организовать интенсивное выращивание и откорм животных, осуществить те конкретные меры, которые обеспечат значительный рост производства мяса, молока, яиц, сокращение затрат труда и средств на единицу продукции. Леонид Ильичем Брежневым отметил, если мы хотим от животноводства больше мяса, молока и других продуктов, это в конечном счете все зависит от производства кормов, причем разных и высокого качества. КПСС счел необходимым придать кормопроизводству в хозяйство более специализированный характер, потребовал создание объединений по кормам. У нас в районе концентрация кормопроизводства на базовое и шорстское объединение позволило значительно сократить затраты на их транспортировку. Здесь накоплен большой опыт уборки простых гибридов кукурузы и переработки ее на гранулы. Себестоимость одного центнера кормовых единиц корма, приготовленных из початку кукурузы в фазе восковой и полной спелости, не превышает 2 рубля 75 копеек, в то время как центнер кормовых единиц покупных комбикормах, учитывая транспортные расходы, обходится хозяйством не менее чем в 12-15 рублей. Специалисты и операторы часто возвращаются к анализу своей работы, спорят, выявляют резервы, обмениваются опытом на собраниях, заседаниях советов бригад из Вене, познают новое в золовятокружке, созданном на комплексе. Николай Гдей. Руководитель комсомольско-молодежного звена, оператор, ветеринарный фельдшер, делегат 18-го съезда комсомола, коммунист. В руководимом им коллективе 8 человек. Каждый обслуживает группу в 150 бычков-молочников, при норме втрое меньше. Это стало возможным благодаря освоению новых автоматов по выпойке телят и внедрению установки инфракрасного облучения животных. Без этих автоматов было бы просто немыслимо в промышленных условиях выращивать бычков с 8-10 дневного возраста. Ни одному, даже самому опытному мастеру, не под силу обеспечить без перебоев такое поголовье скота искусственным молоком. А ведь, кроме того, дважды в день надо еще заполнять кормушки концентрированными и грубыми кормами. Вейшорское предприятие рассчитано на откорм 5000 голов крупного рогатого скота. Животноуческий комплекс с ежегодной прибылью в полтора миллиона рублей окупился за три года. 90% средств распределяются среди колхозов-пайщиков, а 10% направляются на расширение производства. В прошлом году комсомольско-молодежное звено Николая Годея получило по 725 граммов среднесуточного привеса телят при плане 650 граммов. Опытные операторы, которые трудятся на доращивании и откорме, получили, соответственно, 800 и 850 граммов среднесуточных привесов. Если в прошлом все поголовье комплекса обслуживали 25 операторов, то в настоящее время 15. Важную роль в развитии животноводства играет промышленное скрещивание. Откорм поместного скота в районе – это важный резерв дальнейшего увеличения производства говядины. Большое значение для увеличения производства и улучшения качества говядины имеет промышленное скрещивание мясомолочных пород с производителем мясных пород. Это породы Герри Форд, Шароле и другие. Живой вес у помесей повышается на 10-15%. Помеси первого поколения обладают повышенной жизнедеятельностью. Сейчас в районе ведется большая работа по метизации скота. Все мясомолочные породы скрещиваются с быками в Шароле, Герри Форд и других пород, а также оберденно-ангусами, которые дают повышенное производство мяса крупного рогатого скота. Аграрная политика КПСС направлена на практическое осуществление в современных условиях ленинского учения о кооперации. В соответствии с этим в Молдавии разработана и широко внедряется комплексная программа перевода сельскохозяйственного производства на индустриальные рельсы. Новаторским поиском наполнены трудовые будни гладянских животноводов. Этот поиск нацелен на выполнение решений июльского 1978 года в пленума ЦК КПСС. КПСС